Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Пока другие ломают голову над тем, что приготовить для встречи гостей, чем их угостить, Самвел берет вилок капусты и вуаля, блюдо готово. То, что у других простенькое блюдо на подхвате, у Самвела праздничное. Он очень часто тушил капусту на разнообразные праздники. Сейчас он усовершенствовал рецепт, теперь туда кладет чернослив. Сытники уже смеялись. Самвел, а у тебя есть хоть какое-то блюдо без чернослива? Яйца отваривает и все равно туда кидает в воду чернослив. Яблоки положил, картофель положил, белого вина туда больше полулитра влил. Сейчас он ждет гостей и готовит их семейное блюдо, которое у них и в пир, и в мир, и в добрые люди. Так он волнуется перед встречей с этими людьми. Волнение скоро пройдет. Он вспомнит юность озорную, как это было, и очень быстро войдет в привычную колею. Ведь он для этого и вышел в ТикТок. Главное, что постельку приготовил. Теперь гостям будет где полежать. У него любые гости проходят через постель. Показывает Самвел квартиру. Убрал везде, полы помыл. Унитаз привел в порядок. Вот это правильно. После салата, который он приготовил, унитазом воспользуется и не один раз. Интересные ингредиенты он использовал для салата. Грушу поджарил на сливочном масле. Пармезана добавил, меда, хурмы, голубики, хамона, рукколы, орехов. Также приготовил заправку. Мед, орешки, оливковое масло, лимончик, дижонскую горчицу. Вы представляете, сколько всего он набуровил в этот салат? Абрикосовое варенье в капусту и салат. Положил или забыл? Жалко, если забыл. Надо было по полбанки налить в каждое блюдо. А потом бы рассказал, как это было вкусно. Как гости нахваливали. Очень аккуратно, говорит Самвел, все готовил. Показал на лежащие на столешнице перчатки. Будто все готовил в них. Ну, он ждал гостей дорогих. Даже если он и в самом деле готовил в перчатках. Когда он приготовил салат, ушел в магазин за хлебом, вернулся оттуда и облапал этот салат руками. Ну, не может он, чтобы не влезть так, им не пощупать это блюдо пальцами. Вряд ли он мыл руки. У него просто нет такой привычки. Слава Богу, Самвел пощадил своих зрителей и не стал показывать этих гостей и их посиделки. И сразу перенес нас в квартиру матери. Заходит Надя на месте, а вот бабы Тани на своем обычном месте нет. Не валяется она на кровати, не сидит на кухне за столом. А где же она? Она в ванной. Моет голову. Неудивительно, что пожив с Самвелом столько лет, у ТВшки ум за разум стал заходить. Ведь раньше он, наоборот, поощрял ее неопрятный вид. А теперь, чтобы поддержать об Олесе положительное мнение, он стал перед своим визитом гнать ее в ванную, чтобы она привела себя в порядок. Сложно ей сейчас приходится. Раньше было гораздо проще. И ничего не нужно было делать. А сейчас столько усилий для того, чтобы выглядеть, как нормальная женщина. Притащил он капусту им попробовать с Надей. Что-то так скромненько притащил. Хочет сказать, что гости сожрали все, что он приготовил. О, уже второе блюдо он притаскивает сюда. Надо же! Интересно, баба Таня проведет параллель? Надя появилась, и блюда стали им попадать. Эх, вряд ли. Надя мгновенно вооружилась вилкой, но сразу предупредила, есть они ее, сейчас не будут. Она немножечко отведает, чтобы уважить сам Вельчика. Понятное дело, что она его похвалила. Ей понравилось. Но кто бы сомневался, что именно так все и будет. В свое время Юля тоже с большим аппетитом наворачивала голубцы с вареньем. И нахваливала, думала, что ей это поможет. Не помогло. Все равно ее вышвырнули из этой компании. И как бы она ни старалась снова в нее вписаться, ей это так и не позволили. Сам Вел Лизаблюдов любит. Но во всем нужна мера. Ему нужны такие друзья, которыми он окружает себя сейчас. Он их капусткой тушеной накормил, а они ему одежку от Дольче Габбана. И он теперь не знает, что им подарить в ответ. Я думаю, что эти люди объяснили цель своей дружбы с ним. Деньги у них есть. Им в ответ ничего не нужно. Возьмут натуру и расплюются. А ты, Надя, говорит Самвел, не хочешь с ними пообщаться? Я тебе дам телефон. Ты же только с богатыми поддерживаешь общение. А в чем проблема? Ему можно, а ей нельзя? Он раньше тоже лез к тем блогерам, у кого было больше подписчиков, и которые не против были его даром прорекламировать, а также от тех, от которых можно было еще получить и материальную выгоду. Флорида несколько раз присылала ему посылки, а он в каждом видео оды ей пел. Смотрел Людочкину трансляцию, посмотрел Людочкина видео. Ой, Людочка такая молодец. Как я Людочку обожаю. Беру за хвост и провожаю. Сейчас он про эту Людочку даже не вспоминает. Ни слуху о ней, ни духу. Если только она сама не напомнит о себе. Таких, как Надя, в ее окружении более чем достаточно. Она так быстро сходится с людьми. Она, когда жила у Сайгака после операции, перезнакомилась со многими. Как-то она стояла на улице, Самвел приехал к маме. И пока она с ним разговаривала, люди проходили и с нею здоровались. Самвел постоянно упрекает Надю в том, что она там с какой-то бабушкой не захотела поддерживать общение. И та на нее за это обиделась. Надя сказала, неправда. Не было такого. Общаемся мы с нею. И сама бабушка сказала, что она никогда не жаловалась на то, что Надя пренебрегает общением с нею. Информация вышла от ТВшки. Ну, все понятно. Та соврет, недорого возьмет. Ей вообще верить нельзя. А там попробуйте разобраться, кто из них врет, кто говорит правду. Выкручиваться они все мастера. Ну что, Надя, на шубу дальше будем собирать? Нет. Нет, не будем. А почему нет? Если она не хочет, в таком случае не надо было и затевать. А раз начали, доводите дело до конца. Люди в любом случае отреагируют негативно. На операции собирали, на новый гардероб собирали, на нижнее белье собирали. Но будет в этом списке еще и шуба. Ну, а если не будет, то после сбора на трусы это уже не имеет никакого значения. Психует она на то, что зрители негативно реагируют на этот сбор. В данном случае у нее два варианта. Либо не собирать, либо брать пример с самвела. Делать морду тяпкой и сидеть в наглую, принимать деньги, которые люди присылают. Что бы они все ни говорили, а зрителей, которых им удается подоить, они не уважают. И они им нисколько не благодарны. Когда Наде собирали на операции, и на вторую операцию по замене коленного сустава была собрана нужная сумма, Надя стала благодарить зрителей. И Севка, раздраженная, в грубой форме ее отдернула и сказала, Да хватит уже их благодарить. Все, деньги собрали, заканчиваем этот балаган и закругляемся. Я не помню, на какую собирали операцию. Кажется, по абдоминопластике. Самвел с Надей вышли от врача. Им озвучили необходимую сумму. Самвел позвонил Коле, и тот наглым тоном сказал, Просто идти у людей, хай дают. Коротко и ясно. Он не сказал, попробуйте выйти к зрителям, попросите помощи у них. Может быть, кто-то откликнется, пусть неполную сумму удастся собрать частично. Мир не без добрых людей. Может быть, кто-то и захочет поучаствовать. Нет, этот нахал в наглую заявил, просить, хай дают. Это прозвучало как приказ. Мыкля приказал, и все обязаны исполнить. Они уже настолько привыкли к халяве, что не против просить на все подряд. А зрители, в их понимании, обязаны давать. У медали две стороны. Одни дадут, а другие облаят. Глупо было бы рассчитывать на что-то другое. Мне сейчас очень часто попадаются каналы людей с онкозаболеваниями. Видно, человек сидит больной. Я смотрела несколько каналов, этих людей уже нет в живых. И по их внешнему виду было понятно, что у них онкология. Им все равно писали. Вы дурите людей. Вы берете деньги просто так. Вы наживаетесь. Если даже больных людей, которые просят реально для спасения собственной жизни, высмеивают, оскорбляют, обвиняют, то на что рассчитывать Надя, которая собирает то на трусы, то на шубу? Самвел вытащил балетки, которые забрал из подъезда, с расчетом, что они подойдут маме. Но они и оказались велики, и их оставили до приезда Нади. Надя даже мерить не хочет. Они ношеные. Мне такие не нужны. Когда она продавала обувь, то продавала новую. Заставил все-таки Севка померить. Померила, жмут, не подходят. Самвел говорит, ну давайте хоть за 300 гривен продадим. Бедным. Он уже не бедный. Повезло иметь мамку, на позоре которой он смог заработать. Вот это то, о чем я говорила в этом обзоре. Самвел не уважает свою аудиторию. Для себя просят деньги? Просят. Просят и просят. Просто так забрал из подъезда обувь и решил ее продать бедным. Они деньги просят, но они не бедные. Они с жиру бесятся. Они смеются над людьми. Я представляю, как они смеялись над теми, кто покупал у них ношеную обувь, трусы и прочий хлам. А люди покупали, а потом еще видео снимали, когда получали купленный товар. Как они счастливы, что купили одежду или какую-нибудь фигню у самого Самвелла. ТВшка говорит, а разве мало сейчас бедных людей? Самвел ей отвечает, а попрошай, ничуть не старушки, а молодые. И Надя вклинивается в разговор. Да потому что работать не хотят. Но это просто потрясающее наглость и хамство. После того, как она сама просила деньги себе на трусы и шубу, она еще открывает рот в отношении попрошайок. Откуда она знает, в каких обстоятельствах находятся те люди, которые просят. Кто-то, да, может быть, точно так же с жиру бесится. Но им можно, а другим, получается, нельзя. Лишний раз убеждаюсь в том, что каков поп, таков и приход. Если бы Сытники, Надя, Зина, Артем были другими, они не стали бы общаться с Самвеллом. Это был бы не их уровень. А раз они общаются, все понятно. Разозлилась Надя. Видно это по ее лицу. Кричит, она телец. И призывает людей почитать, что пишут про людей, рожденных под этим знаком. Глупость какая-то. В одной книге, газете, журнале, неважно, напишут одно. В других будут писать противоположное. Какому верить тексту? Ну, какому? То, что больше всего понравится человеку, ну, вот как Надя. Прочитала, что люди, рожденные под знаком телца, верны в дружбе. Ну, вот тому и будут верить. К Наде это не имеет, на мой взгляд, опять же таки, мое мнение, никакого отношения. Надя не умеет держать свое слово и не умеет быть верной в дружбе. Она пообещала своей подруге отдать квартиру. Но как только на горизонте замачал Самвил, она тут же стала говорить о том, что отдаст свою квартиру ему. Оля всю жизнь ее поддерживала, помогала ей и продолжает помогать. Как Надя ее отблагодарила. Хотела отблагодарить тем, что оставит ей квартиру, но потом передумала и решила отдать Самвилу. Пусть у него будет четвертое по счету. Он нуждается в ее квартире? Нет, не нуждается. А у Оли есть дети, которым в случае чего Надина квартира была бы кстати. К тому же Самвил говорил, что однажды он пришел к Сайгаку, тихонечко зашел в квартиру, а Надя в это время увлеченно разговаривала по телефону. И при этом говорила нелицеприятные вещи о нем и его маме. И он это слышал своими собственными ушами. Я не знаю, почему он ее не поймал тут же на горячем, а развернулся и ушел. Я не могу понять вот его ход действий. Надо было сразу зайти, так сказать, чтобы она увидела и что она делала бы в этом случае. Когда Самвил ей потом стал говорить, да я слышал сам, что ты говорила обо мне. Она, колы, когда, кому, скажи мне, скажи вот прямо сейчас, кому. Но он почему-то не стал поднимать эту волну. Также Самвил ей напомнил про ее подругу Лилю. Да, это еще одна история, которая не в пользу Нади свидетельствует. Надя тут же психанула, убежала в ванную комнату. Этих разговоров можно было бы избежать, не приезжая к Самвилу. И не пришлось бы все это выслушивать, не пришлось бы прятаться в туалете. Сидела бы она сейчас со своей подругой Олей и строила бы планы на предстоящий праздник. Но ей там скучно. Ей нужно сюда, к этим людям. Ну так это ее личный выбор. Она прекрасно знала, что ее ждет. Самвилу не нужны видео, в которых он будет мило с нею беседовать. Эти розовые сопли будут приятны и интересны только ей. А Самвилу невыгодно. А он безвыгодный, как и все его окружение, ничего не делает. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.